Пара Роксана Бабаян и Михаил Державин уже многие десятилетия вызывает восхищение своей стабильностью и неизменно нежным отношением друг к другу. Они совершенно не похожи друг на друга внешне, хотя прожили в любви и согласии больше 30 лет и давно стали единым целым. Она по-прежнему жгучая брюнетка, чрезвычайно целеустремленная и энергичная особа, какой и была в молодости. За все, что не возьмется, делает по максимуму и только на отлично. Нужные знания – пожалуйста, три высших образования. Петь начала в детстве, допелась до народной артистки. Ее новый клип, с которым она после длительного перерыва вновь вышла на эстраду, мало кого оставит равнодушным. Он – полная противоположность жене, седой, как лунь, с глазами очень мудрого и веселого человека. Спокойный, рассудительный, мягкий и интеллигентный, с поразительной способностью в разговоре не давить на собеседника, а деликатно разворачивать разговор в нужное русло. Любовь не картошкой не бросишь в окно, как пела Андрюша Миронов. Я понимаю вот это слово «любовь» как тягу одного человека к другому. Их встреча произошла в начале 80-х в аэропорту Домодедово. В «Джесс Казган» на комсомольский концерт для шахтеров высадили целый десант столичных звезд. Роксана, тогда уже известная певица, только что вернулась с международного конкурса с победой и мечтала об одном – отдохнуть. Поэтому не собиралась никуда ехать. Но телефонный звонок из ЦК ВЛКСМ нарушил все планы. У нас были такие приключенческие очень гастроли, потому что там были порядка 60 человек для шахтеров Джесс Казгана. Поехала обойма кино, драматических, артистов эстрады. Державин был покорен, увидев очаровательную девушку в модном брючном костюме. Да и Роксана не смогла устоять перед его магнетическим обаянием. На обратном пути он веселил ее, как мог. А Роксана так смеялась, что даже летчики вышли из своей кабины посмотреть, что же происходит с пассажирами. Подходит очаровательная девушка, тоненькая такая. И Боря Владимировна говорит, а вот и наша Роксаночка. И вот два с половиной часа или три часа рядом сидел. Там можно было сесть в самолете как угодно, потому что летели одни артисты, знаменитейший самолет весь. Я сидел, и тут у меня нашло вдохновение. И вот эти вот, наверное, два с половиной часа я рассказывал о веселых историях, хотя три сатиры. И сложилось впечатление у Боря Владимировна, говорит, ты знаешь, ты ей понравился. Это просто, значит, он... Ну, оказалось, правда. Мастер розыгрышей и шуток, импозантный Державин, давно слыл ловеласом и прекрасно разбирался в женской психологии. Роксана Бабаян была не первым его серьезным увлечением. Михаил Михайлович всегда вел себя честно, женился и сохранял хорошие отношения со всеми бывшими женами, несмотря на то, что уходил от них первым. Все его супруги были из известных семей. Первая жена – Катя, дочь легендарного Аркадия Райкина. Вторая – Нина, не менее знаменитого маршала Советского Союза Семена Буденова. Мы до сих пор друзья с Ниночкой Семеновой, я имею в виду, это вторая моя жена. Катеньку очень редко вижу, но тоже совершенно вот я восхищаюсь. Так что вот эти браки, предыдущие, может, это был и тренировочный комплекс маршалов. Нельзя любить, нельзя любить чужого мужа. Для Державина этот брак стал третьим, для Бабаян – вторым. Но прежде чем свадьба состоялась, Роксане пришлось выдержать непростой экзамен, несмотря на то, что Державин был абсолютно уверен в своих чувствах. О своем разводе с Ниной Буденной Михаил сообщил будущей жене телеграммой, а после устроил ей смотрины. Инициатором затеи был старинный приятель Александр Ширвиндт. Шура, конечно, знает меня близко очень всю жизнь и понимает, что третий раз может быть брак. Он собрал большую компанию, я ее привел. Там были замечательные люди, и Гриша Горин, и дядя Зяма Герт, и еще там масса наших прекрасных людей, известных всей стране. И Шура так с трубкой, проходя мимо, так смотря на дальний пароходик, уходящий по Москве, реке, мне так сказал, надо брать. Александр Анатольевич, да, все друзья, поскольку они такие ребята. Но я не знала, я бы их, конечно, там разогнала бы, ну, характер у себя знала. Но, в принципе, это такая шутка, она очень была милая. Почему, когда она репетирует дома, вы всегда выходите на балкон? Это чтобы соседи не подумали, что мы с ней ссоримся. Михаил Державин в самом расцвете. Красив, обаятелен, сценичен. Пройтись с ним по улице невозможно, автографы, цветы, поклонницы толпами. Роксана не скандалит и не устраивает сцен, принимает ситуацию такой, какая есть. Если ты хочешь, чтобы тебя полюбили, полюби сначала самого себя, а потом полюби этого человека, который поймет, что такое любовь, и тогда он тоже полюбит и себя, и тебя, понимаете? А у нас понятие «любовь» такое довольно морфное. Чуть позже приходит черед волноваться и Михаилу. На момент знакомства Роксана Бабаян всего лишь участница и победительница престижных джазовых конкурсов. Необычный голос с нотками бархата стал визитной карточкой певицы, которая удачно представляла огромную страну на международной арене. Я там все премии забрала, все, которые были, я там забрала все эти премии, и они даже выпустили такие вот, у меня даже где-то валяется одна велосипедная машина, и наклейка, это даже мы у нас одновременно, своим лицом наклейка на все, что движется. Но четыре выигранных подряд конкурса не приносят ни славы, ни денег. Именно тогда впервые Бабаян задумывается о том, чтобы покинуть сцену и посвятить свою жизнь знаменитому мужу. Но Державин отговаривает ее. Знакомство с композитором Владимиром Матецким полностью меняет творческую жизнь. Он пишет жене Роксане песню, которая открывает ее как эстрадную певицу. Ты сейчас в Матецке, он мне сказал фразу, которую я услышала, он говорит, «Роксан, тебе надо петь другую музыку и по-другому. Да, вот это твои штучки, надо петь, чтобы в третьем ряду тебя услышали». С этого момента Роксана идет к вершинам музыкального Олимпа. Ее манера исполнения песен напрочь лишена кабацкого налета, пошлости и китча. Ее называют певицей с безупречным вкусом. Ее «Конек» – образ сильной и мудрой женщины с прочными моральными устоями и упорным нежеланием романтизировать грех. В своих песнях она поет о том, что испытала сама. Черные колбаски и ягуб твои, сердце сжигают шаром любви. Когда человек меняет одну семью на другую, но при этом оставляет за собой чистое поле, не разбивает ее. Мы с Михаилом Михайловичем с чистыми руками ушли в новую жизнь. Ни я не разбила семью Чюта, и ни он. В начале 90-х она уже не жена суперпопулярного актера. Роксана Бабаян – звезда советской эстрады. В 1991-м на песню «Восток – дело тонкое» впервые в нашей стране был нарисован мультипликационный клип. Через несколько лет у певицы выходит первый компакт-диск под названием «Чары колдовские». И это не считая семи виниловых пластинок. Кроме этого, супруги вместе снимаются в кино. Моя морячка, новый Адеон, папник. В последней картине Роксана играет почти себя – жену. Он лежит, перенервничал на работе. Кто это? Аркадий. Скажи, ученый совет прошел с осложнениями. В конце 90-х певица на пике популярности незаметно для всех завершает творческую карьеру, не проводя никаких прощальных концертов. Она устала от гастролей и шумной эстрадной жизни. Она вдруг понимает – ей уже не так комфортно на музыкальном олимпе. К тому же в этой гонке за славой и успехом она упустила самое главное счастье – стать матерью. Жалеть? Я даже не понимаю, что это такое. Но я отношусь к тому, что есть по судьбе так, как должно быть. Тогда они решили – им комфортно вдвоем. Отсутствие детей Роксана заменила образованием. Она защитила три диплома – по архитектуре, театральному администрированию и психологии. Она восточная. Да. Может быть, это в восточных женщинах такая уловка женская. Они все умеют незаметно для тебя управлять тобой так, что ты не… Это действительно… У Роксаны прекрасные отношения и с Машей, единственной дочерью Михаила Михайловича, внуками Петром и Павлом и со всеми бывшими женами своего мужа. Именно она смогла погасить обиды, недомолвки и объединить вместе большую семью. Она меня поможет, ну, на 10 лет, считайте так. И я думаю, что женщина, которая моложе мужчины на 10 лет, она его и старше лет на 20.